Вот за эти пять месяцев, первый раз, я почувствовал, что у меня страха нет. Можешь нам слово дать? Если ты увидишь нужду, когда-нибудь не проходи мимо. Но я пошел в пост перед операцией, а это нельзя было делать. Ну, говорит, пока кто-то молится, можно тебе как-то реально помочь? Оглотать-то я разучился. Слышь, парень, 30 тысяч людей стоят на очереди, умирают. Ты вне очереди, я не знаю почему, это опять-таки милость Божия, тебе, говорит, назначили, мы, говорит, черно, тебя уложим, прикуем, но ты сделаешь. Это подожди, за 53 года я ощутил кайф того, что я умею ходить, и я на весь госпиталь кричал. Я хожу, я умею по-английски, а они мне все машут, типа. После тех слов, когда мне сказали два месяца, я прожил четыре с половиной месяца. Ну, да, ну, меньше улыбался, конечно, знаете, я, я меньше, меньше, да, я уходил в себя, конечно, мы с женой разговаривали, но мы не прощались, нет. Я, мы жили полноценной жизнью, мы, да, кушали, у нас дом чудесный был, красивый дом в церкви. Ну, и отдельный, конечно, респект тем, особенно, опять-таки, сестры, знаете, они когда узнали, что операция, я, у меня четверг начали операцию, а в среду я пришел в церковь на молитвенное служение. Я говорю, завтра мне в четыре утра ехать, я не знаю, что, что будет со мной. И вот на молитвенное я вышел, и сестры, все старицы, ну, а я их молодежь называю, они согласились 24 часа молиться, когда, с того момента, как я поеду, как я вот сейчас поеду, и как будет операция, и до того момента, пока я очнусь, они решили. Эти старицы, которым за 70, они, они вот такой комьюнити вместе живут, у кого-то собирались, я потом это узнал, я это потом узнал, знаете, вот, одна девушка в нашей церкви, она Лена Горнович, да, да, она собрал, организовала сбор, ну, денег, чтобы, да, что-то как-то сделала, там, на мой счет, там, деньги капали, я смотрю, кто-то 3 доллара, это девшушка какая-то, а другая пишет, а я знаю его, это, это, типа, не фейк какой-то, а давайте ему, а другая, а я, говорит, хочу, а тут, и в этот момент у пастора Виталия было на этом, в одно время нам диагноз поставили, и Сергею Венковскому, ну, и, ну, Сергеев, да, одновременно Серега не успел, мне сделали операцию в четверг, а он в воскресенье умер, Серега, мы с ним, ну, так, перезванивали, дружны были очень, и я вот, думаю, господи, а кто я, Серега Венковский, который, он на небо ушел, и тоже вот, ну, эта девушка сделала сбор, начали собирать деньги, собрали, вот, вот, а одна семья с Каролайной, она узнали, мы с ними работали в Казахстане, как, по-нашему, они, как, в нашу церковь не ходят, но я их, это ангелы просто, они сказали, Серега, а как тебе помочь, я говорю, за меня молятся, это Андрей Нина Пискаревый, они, ну, говорит, пока кто-то молится, можно тебе как-то реально помочь, я говорю, в смысле, мы, говорит, хотим какой-то Билл оплачивать, а это был октябрь, еще операции не было, и вы на то время уже не работали, я не работал уже, да, потому что мне на медкейпе отдал, я уже с сентября-октябрь не работал, я уже, мне за дом платить надо, и я в октябре месяце, они говорят, а давай Билл за дом мы будем платить, как за дом Билл, она говорит, присылай нам Билл, мы будем за дом платить, а я говорю, а когда, говорит, начинать, я говорю, ну, ну, начинайте, они за октябрь заплатили, за дом, и я, ноябрь-декабрь, они включительно по май платили, платили за дом, и потому что, ты нам Билл не прислал, А мне, когда уже после операции, мы сказали, пусть кто-то молится, мы хотим бил. И потом, наперёд забегая, только можешь там слово дать, если ты увидишь нужду, когда-нибудь не приходи мимо. И мы приехали на подготовку к операции, знаете, мне начали сердце проверять, и вот там мне всё как вот так уже, открытым текстом. И мы тебе уберём кость черепа, поставим металл. У меня сразу, ну, один мне говорит так, да, парень, потому что мы череп не сохраним, там у тебя кусок, мы его по кускам будем удалять, потому что там кровеносная система, подпиши бумагу, если переливание крови тебе будет, нужно делать. Я очень много бумаг подписывал, конечно, они страхуются. Я говорю, а что же делать, знаешь? Я только боялся, чтобы где-то чего-то не нашли, знаешь, мне лёгкие проверяли, оказывается, наркоз будет. Я говорю, сколько операция будет? Он говорит, 6-8 часов. Я, опа, это наркоз. Отойдёшь, не отойдёшь наркозом. Ну, операция была 12 часов. Да, и вот 19 октября у меня ушёл страх. После молитвы мы опять позвонили Вере Максимовой как-то. И вот меня ушёл вот за эти 5 месяцев. Первый раз я почувствовал, что у меня страха нету. Ну, вот 19 октября, у меня день рождения, 26 октября, у меня позвонил Вере. И страх, я чувствую, вот ушёл страх мне. И потом мы когда приехали в больницу, Вениамин побил, жена и зять мой, они поехали со мной. Я сам за рулём был. Я в Вене говорю, забуду я, да? Ну да, я сам приехал, я такой весь это. Ну, мне сказали таблетку выпить. Я, похоже, выпил таблетку какую-то, потом какой-то специальным раствором голову помыл. Сказали, дезинфекция или, ну, может, какой-то наркотик, не знаю, обязательно голову помой. Что, как-то приведи себя в порядок. Но я пошёл в пост перед операцией, знаешь. А это нельзя было делать. Ну, и вот 6 ноября 2014 года я приехал в этот институт. Весь институт был в ожидании меня. Оказывается, это всё было так серьёзно. Меня положили на кушетку. И жена сказала, тебя увозят. Ты боишься? Я говорю, нет, не боюсь. Ну, и привезли меня в эту комнату. Она без окон, без дверей такая, как вот... Ну, я видел в фильмах морд такой, знаешь, металлическое всё. Меня так... Я почему-то уже как ходить... Похоже, мне поставили что-то, укол какой-то, да, я, наверное... Потому что я весь был утыкан. И он говорит, парень, ты не бойся ничего. А там людей столько было. А они каждый своим занят. Человек 15-20 там. Я говорю, я не боюсь, говорю. Я не боюсь ничего. Я просто... Наркоза как бы боялся от того, что я слышал много, что они выходят в таком возрасте. Мне на то, да, было уже 53 года. Выход с наркоза, последствия. И потом вот эти слова сына, что ты забудешь всё. Я очень боялся. Так как я немножко... Я знаю очень много стихов на память. Мне эти нравится запоминать, тренировать память. Ну, как-то умножать нравится. Потому что я был один, знаете. И я это время чем занят? Я много читал. И начал запоминать. И я повторял. Я даже сказал, думаю, если собрание провести, я могу собрание в стихах читать. Ну, это не хвостово. Просто я тренировал память от того, что не знаю почему. Это мне потом так пригодилось. Ну, вы представляете, я очнулся, когда я ещё не знал, что что произошло. Я первым делом стал вспоминать стихи. Я забыл первую строчку самого моего любимого стиха про Голгофу. Я дальше всё помню. Я забыл первую строчку. А где я нахожусь? Раз глаза открыл. Жена здесь. Я её узнал сразу, знаешь. И врач стоит какой-то. Она говорит, парень, а какое число? Ты знаешь сегодня? Я говорю, ш... Ну, я плохо разговаривал. Я ж... Четырнадцатый год, мне должна быть операция. Он говорит, мы тебе операцию сделали, всё просто хорошо. А было полшестого, а я смотрю, полседьмого на часах. Я говорю, не обманываю, прошёл час всего, как я приехал. Операция должна быть шесть часов. Я говорю, а время полседьмого. А прошло тринадцать часов. Понимаете? Я говорю, а он говорит, у него что, логика есть? Ну, нет, говорят. И меня спрашивали раз пятьдесят, какой год, какой месяц, как тебя зовут, почему я здесь оказался. Потом говорит, обними медсестру. Я говорю, я не могу, я женатый. Такие... Он говорит, потому что им надо... Ну, мои функции, знаешь, как бы я вот так... Ну, и первая ночь в реанимации. Вениамин был всё это время со мной. Его оставили. Я потом понял, для чего. Я же не знал, что, оказывается, у меня была атрофация мышц всех. И, то есть, сигнал мозг. Мышцам не давал, как делать, как глотать. Мне какую-то трубу дали, как пылесос. Ну, я только это... Руки у меня шевелились. Боль, правда, очень сильно боль была. Ну, и под наркотиками сидел. И везде катетеры были. В сердце вставлено было катетер. Такого размера железка. С лёгких уже вытащили. Ну, и я ночью проснулся. И вижу, венка на подоконнике спит. Я всё понимал. И у меня уборщица. Убирает. Я ей говорю, дай воды. Я вот кому рассказываю, а сынок, кто с медициной связан, он вот так вот... Вот, что ты воду попросил? Я. Она дала мне, там бутылочка стояла. Вена спала, жена спала. Она... А глотать-то я разучился. А я не пойму, что делать. Она у меня вот здесь вот... И всё, и... А тут я капельницам подключен, что делать. Я думал, вот эту трубу мне дали. Оказывается, это труба-пылесос. То есть, он высасывает всё. То есть, они как бы мне говорили. И я вот эту воду... А так бы я... И венка соскочил. Он мне... Он не знает, что с ней сделал. Ну, вот в реанимации это другая жизнь. Это потусторонняя. Там ты не можешь как... Ну, вот... Получается, у вас... Вы заново начинали всё... Да, специально люди приходили. И потом начали... Учить ходить. Я думаю, сейчас я встану, я вам покажу, как люди ходят. И я хлопаю встать, а шаг сделать не могу. А... А не понял. А я знаю, что... На каком этаже... Подожди. А если что случится? Я не то что... Кому-то. Я себе помощь не могу. Ну, они говорят... Потом меня подняли. Вот. Я прислал тебе видео короткое, посмотрите, есть. И я... Он говорит, ты вот так ходи. Я не понял, у меня равновесия нету. Потом мне дали тележку. Ну, это... Дни проходят. Потом давай учить кушать. Я говорю, да я кушать давай. Как... Они мне принесли лёд. В стакане раздроблены мелкий-мелкий лёд. Я так... Лёд... И вот они... А лёд, он немножко нейтрализует. Именно мелкий. И я потом понял, когда я проглотил, какое-то удовольствие, что человек может сам кушать. Мне зонт не делали. Вероника, ты не представляешь, что ты ощущаешь? Ну, может, некрасиво это, но что-то люди в батрум ходят сами, там у них унитазы есть. Они умываются сами. Они... Они не в катет... Ну, я везде в катетерах, и ты... Потому что мозг не даёт функции, как работать. И я когда лёд проглотил, и... Это такое удовольствие. И мне какой-то пудинг вот дали, ну, там, с фулмарта, который бы я никогда бы не купил, вот, живя в Америке. Это... У меня просто обострились вкусовые чувства. То есть, осизание вот это... У меня лучше стало. Я кофе не чувствовал на вкус. Я не говорил, что я потерял вкус в жене. У меня левая сторона вообще не чувствовала. Он мне сказал, после операции, ты потеряешь вкус вообще, вот эта... Еда для тебя будет, как помоют и просто будет. А у меня... У меня обострилось. У меня лучше стало восприятие вкусовые качества. Я начал определять. И этот пудинг, я его... Ну, я сперва полстакана льда съел. Оказывается, это такой лёд вкусный. Я научился... Я сам глотать научился. Не этим пылесосом, когда слюна гарнизует у тебя в горле. И ты понимаешь, что до этого ты же был, ты же красавец был, ты же на сцене был. А ты сейчас есть не можешь. И опять-таки слова. Господь, верни его полноценного. Оказывается... Вот этот брат, представляешь, как он пророческий? Начинал, что я буду неполноценный. Ну, ты верни его домой. Какого полноценного? Вот такого не надо. И он говорит, у него жена молодая. Так еще он сказал. У него жена и дети. И вот знаешь, когда ты выстраиваешь эту цепочку и думаешь, а я же был в России. И он мне сказал, два месяца, парень, у тебя лицо вот такое будет. Я, конечно, просыпался, я чувствовал, я трогал лицо, я щипал. И мне врачи щипали. И потом, я говорю, почему они быстро ушли? Они мне сказали, что они даже довольны больше своим результатом, чем я. Потому что перед операцией, он говорит, мы уходим на операцию. А Вена говорит им, у вас другого выхода нет, как делать хорошо. А за него молятся, говорит. И я им потом спросил, говорю, знаете, а если будет все хорошо? Ну, это как-нибудь, типа, маловероятно. Я говорю, а если будет все хорошо? И брать так, тогда благодарность туда. Вот он в кабинете, тогда благодарность туда, говорит. Если все будет хорошо. И потом, когда я, они мне после операции, я ходил к нему на прием, они были, если честно, в шоке. И он, когда учили меня ходить, он говорит, где вас таких сибиряков делают? Для них русский, значит, Сибирь. Знаешь, Ушанка, значит, автомат, Калахин. Где вас таких делают? Я уже, я уже по ступенькам начал пробовать. Он говорит, подожди, ты сможешь по ступенькам пройти? Там в кабинете такие. Ну, на ходулях так ходил, интересно. И вот это же, когда ты шаг делай по кругу. Сперва Вена водил меня, потом я говорю, его нету, куда-то он ушел. Я один пошел. Это подожди. За 53 года я ощутил кайф того, что я умею ходить. И я на весь госпиталь кричал, я хожу, я умею по-английски. А они мне все машут, типа, ну, эти наши-то, а медсестры, они понимают, знаешь, вот, да ты что? Они мне все там, give me five, там такие, ну, эти все пациенты, они это. Интересно, как мы иногда в жизни, многие вещи мы воспринимаем как норму, да? Вот вы говорите, научились ходить, это вау, глотать, кушать. Кажется, вещи, которые мы даже не думаем, что это, ну, как бы, это норма. А для кого-то это действительно, за все это благодарность Господу. Это просто удивительно. Может, прятать, не прятать, но для меня показалось, что белый унитаз, это лучшее, что есть на свете. Когда мне первый раз разрешили пойти, когда убрали катетеры, когда вот, ну, это было что-то вот. И я так понял, мы мало благодарим. Ну, конечно, Господь, мы провели евангелизацию мощную такую, спасибо тебе, вот, Джентон Вилл будет славить тебя. А вот за то, что я просто дышу. Я столько людей там видел, которые, да, действительно, неполноценных. И они рады, что они через какую-то трубочку дышат, да? Я рад, что я проглотил лед, а кто-то стейком вот так вот выкидывает, знаешь, я потом, когда с Африки приехал, запретил вообще это, выкидывать продукты, ну, какие-то там. А тут, конечно, потом я думаю, не то, что там соблюдаю каждый день, но у меня какие-то, у меня, конечно, жизнь разделилась до и после, да. Почему так? И вот, представляете, вот в одно время нам диагноз поставили Сергею, пастору Виталию. Вот, то, что касается духовной жизни, он говорил, Виталий был, плохо ему было, да, Виталию, ну, не проходила недели, чтобы он мне не звонил. Вот, на, на... Пастор Виталий Иванович Бондаренко. Виталий Иванович Бондаренко, да, извиняюсь. Это, наверное, если есть пастора, то он, ну, полное понимание этого слова, то он, наверное, один из них, знаешь. Потому что их много не бывает. Я где-то слышал выражение, называйте пастором, пастора того, кто ведет вас. Не просто, вот тот пастор, Майкл, там, где, который ты никогда пастор, они все, все кругом куда-нибудь. Вот ты, говорит, называй пастором того, кто, кто участвует в твоей жизни. Вот знаете, Виталий Иванович, он вот этими звонками, он может сказать, ну, никак, он не материально там никак не участвовал в моей жизни. Он не приходил, не беседовал, но он просто, будь благословен, брат, этим голосом держись. И последний, за два или три дня до смерти он мне позвонил и благословляет. Ну, тут без слез. И вот люди, которые вот в церкви, ну, кто их заставлял там на сайте организовать сбор, помню, какому-то там с Казахстана. Ну, вы там все со Львова, вы там по-украински разговариваете, я вашу мову не знаю. Кто вас заставлял на 24 часа молиться? Ну, кто вам пожертвование мне в церкви собирать? Потом приходили, самое тяжелое, конечно, после операционного периода был то, что, когда вот опухоль убрали, и мозг стал, у меня все это время было неправильно. То есть я все эти годы жил неправильно, то есть, понимаешь, да? Ну, опухоль, она, ну, мне мозг как отодвинули, опухоль убрали, и мозг начал возвращаться на место, и я тогда зрение терял, вот это для меня страшно было. Подожди, Господь, ну, время-то, и я начал падать, вообще равновесие, у меня вестюбулярный аппарат, у меня сейчас плохой еще, я падал. И тяжело, что у моей жены папа умер, представляете, в тот момент. Ей надо было на похороны, она улетела, я остался с дочкой дома. И я начал падать, она пугается, я упал, сломал двери, я лежал на полу, она прибегает, и 11 лет, я ей, папа, что ты лежишь? А я, ну, успел только на себя полотенце накинуть, я говорю, да, на полу прохладно, тут жарко, мне плохо, я просто лежу на прохладном полу, чтобы у нее, ну, не напугать. Вот, знаете, три дня, никто не со школы, да, не позвонил, ну, никто, и мы, ну, не в магазине, думаем, как вот ее кормить? И приходит жена дьякона нашего, Аня Марчук, и она говорит, давай я ее заберу. Вот для меня это было, вот такая помощь, просто забрать, ничего, ну, ее забрали. Она ее в школу возила, забирала со школы, она у них жила, сказал бы, успешный человек, красивый человек, у нее пять детей своих, знаешь. И вот это для меня было, я уже несколько раз ей говорю спасибо, она уже, может, ей надоело уже, знаешь, и сейчас еще раз скажу, знаешь. Она забрала, потому что жена осталась, ну, там она улетела в Ванкувер, и в это время мне надо делать еще МРА, как вот, как, а какая-то вторая операция будет. Они, оказывается, оставили мне опухоль, а все убрать не могли специально, чтобы сохранить зрение, потому что и хирургическим путем парень, всю опухоль. Вот тот врач первый говорил, потому что они, скорее всего, у клиентов убирали, у пациентов до конца хирургическим, тебе, говорит, нужно потом ее облучать. И вот они назначили мне операцию, нужно опять МРА, и опять эта труба, опять мне страхи, знаешь. И соседка, дай бог, я ищу здоровья, она мне просто, соседка Светлана, она говорит, я тебя увезу, и ты не выйдешь оттуда, пока не сделаешь. Потому что она знала, что я боюсь. Она меня увезла в госпиталь, и мне сделали МРА, и назначили радиацию на май месяц. И вот в мае месяце мне было пять лет, как, и вот я вам показал письма, и что они мне обожгли вот этот кусок, оставшийся, она несколько сантиметров, ее обожгли по кругу. То есть тебя отключают голову тебе, просверливают голову и приковывают тебя. И ты не можешь пошевелиться даже на миллиметр. Вот представляете, ты лежишь на спинде, и меня когда приковали, я сказал, отцепить мне страшно. Ну ты лежишься и пошевелиться не можешь, и тебя еще вагонетка везет туда в эту трубу и там облучает. А Вена говорит, папа, тебе по-любому сделают. Там вот такие медбратья. Он говорит, слышь, парень, 30 тысяч людей стоят на очереди, умирают. Ты вне очереди, я не знаю почему, это опять-таки милость Божия. Тебе, говорит, назначили, мы, говорит, черно, тебя уложим, прикуем, но ты сделаешь. Добровольно ложись, чтобы ты... И я добровольно ложился, и мне надо было 45 минут было лежать так. Мой сын ему дали рацию, он со мной по рацию разговаривал, они все из комнаты вышли. Да, ты все это осознаешь. И мне главное, чтобы так, знаешь, вероника, не дернуться, чтобы не понять, что я прикованный. А у тебя череп просверленный, и такой металлический каркас такой, и ты пристегнут. И меня туда... И вот я тогда все свои стихи начал читать. И сперва молился 12 минут, потом стихи читаю, приблизительно знаю, сколько стихи длится времени. И потом думаю, так, мне еще 15 минут. И она говорит, папа, 5 минут осталось, знаешь. Но я не открыл глаза до тех пор, потому что не увидеть перед собой, знаешь, закрытое пространство, вот эту рамку металлическую, что я лежу прикованный, что я... ну, это паника была бы. А я только чувствовал, стол этот, он как бы... Его запрограммировали, и он вот так вот... Лучи 192 луча, они встречаются вместе, и тогда только начинается работа, обжигают они. И вот этот стол вот так вот вокруг... И я чувствую, что какое-то движение... И потом я выехал, и начали... Когда уже начали так ключами откручивать эту рамку, я глаза открыл, и я просто... Просто вот... Ну вот вы рассказываете, и я вижу, сколько милости Господь все-таки в этом сезоне проявил. Сколько чудес, сколько людей, как вот вы уже имена даже говорили, которые просто были как ангелы в вашей жизни. Что даже, как в Библии написано, даже если ты пройдешь долиной смертной тени, Господь все-таки все равно позаботится, Он проведет и научит чему-то. Я думаю, что, наверное, этот сезон был какой-то особенный для вас. Господь чему-то учил. Вот смотри, когда серьезная проблема. И есть такие радикальные верующие, которые... Ну не принимают, что болезнь это типа... Я не отношусь к такой категории верующих. Я не проповедую Евангелие Прочитания. Я не проповедую, что человек должен быть здоровым. Потому что в конце концов 98% людей умирает от болезни. Я сейчас их слышу. Нам все равно однажды предстоит умереть. Мы умираем от болезни. И я еще верю, что Бог допускает. Без Его воли ничего не случается. Это раз. Читая исход, Он Моисея и говорит. Я тот, кто дает зрение стуху, и тот, который забирает. Встречаются бедные и богатые, того и другого сотворил Господь. Знаешь, вот такие вещи. Особенно про слепорожденного. Когда он согрешил. Кто согрешил? Он или родители? Да подожди, он же слепым родился. Ученики. Когда он мог грешить? Не согрешил, он не мать. Рожден слепым, чтобы показать, что я пришел дела отца творить. Слепого парня надо исцелить. Он по воле Божьей рожден слепым. Для меня, я сейчас написал новое стихотворение про этого парня. Для меня это было открыто. Он слепым родился. Я не принадлежу к таким людям, и я никогда не проповедовал. Все люди, которые до сих пор говорят, что я зря лег под нож, это те люди, у которых, если прыщик соскочит, они уже бегут к врачам. Ну, понимаете. Они уже летят там куда? Подожди, ну ты же говоришь, что где-то там золотом, золотые пломбы вам там вставляют. Ну, давай, что ты летишь так к врачу, а ты мне? Я уже ехал на операцию, мне звонок такой, разворачивайся. Езжай, брат приехал, он сейчас помолится, давай разворачивайся. Я говорю, тебе надо разворачиваться. Я был у своих пресвитеров, своих, у своих. Они сказали, Бог, верни его полноценного. И когда я проходил этот путь, вот люди, которые, видя мою реакцию на случившееся, мое отношение в семье, мое отношение к церкви, мою благодарность церкви, я думаю, Бог через это приходил в их жизнь, знаешь. Я потом, когда после операции приехал в церковь Николаю Новику, для них это было откровение, церковь она участвовала Николая Новика. Я говорю, это ты что опять будешь... А для людей, знаешь, это вот, оказывается, действительно, что Бог проводит... Ну да, не у всех-то такой результат, как у меня. Был маленький, да, можно сказать, маленький процент. Я не знаю, почему, но люди, которые в мою жизнь вошли, да не то же как ангел, а действительно ангел. Ну как это вот в Америке, то, что я приехал в Америку, я бы в Казахстане, конечно, мне не сделали такую операцию. Врачи мне в открытом театре, как бы сказали, не сделали такую операцию. Если бы я жил где-нибудь в Айдахо, там нет такой клиники. Если бы я... И вот такой путь проходишь, казалось бы, Богу... Ну просто же вот так исцелить, да ему даже легко, может, голову новую дать Богу. Но он вот так вот пропустил, и он все-таки смотрит, как мы... Знаешь, как хорошо богославить, когда ты в Мерседесе сидишь и смотришь по золотому айфону собрание, а ты только спать, и во время молитвы кофе попиваешь. Я это не воспринимаю, такого христианства, когда ты во время молитвы... Ты на интервью идешь, боишься пошевелиться, когда ты работу хочешь получить, а ты с Богом разговариваешь, и в руках кофе у тебя. Я верю, что это очень легкое христианство. Ты не болеешь, ты богат должен быть, ты... А зачем тебе умирать, извини тогда? Когда Бог сказал, я там слезу утру. Подожди, если ты здесь никогда не плакал, кому... Зачем тебе там... Тебе же не понравится вечность, если ты... Как ты проповедуешь, вот. А ты проповедуешь в том, что Бог пришел нас спасти, и главное предназначение, да, спасение рода человеческого. Как я буду богат и небогат? Это вообще все на второй план отходит. И, конечно, люди разделились для меня. Я думаю, что... Ну, написано же, да. Вы, говорит, это посетили, выдавали. Вот сюда встаньте. Мы не знаем, как там будет, но Бог нам показал немножко завязку, приоткрыл, как будет. Он барашек сюда, а кодлов туда. Господь, а когда мы тебя посетили? Да вы одного посетили, это уже достаточно. Водичку дали уже достаточно. Представляешь? А может быть, я был испытанием для тех людей, как им относиться ко мне? Вот давать им эти деньги, что они за дом заплатили там больше 10 тысяч. Они что, им некуда было деньги эти пустить, что ли? У них дети тоже, у них было куда? В конце концов, в отпуск поехать. Машину поменять, в конце концов. Причем здесь я. Но они сказали, замечешь нужду, не пройди мимо. Я выполнил прозву, я отправил одному деньги. Ему операцию сделали парню, он живой. Ну, вот это... Вау. Знаете, сижу, слушаю вас, и вот одно слово, наверное, только звучит в моей голове. Это просто милость Божья, милость Божья, милость Божья на протяжении всей этой ситуации. Кажется, чем вы лучше, чем другие, которые проходили те же самые ситуации, но они уже не здесь. Но почему-то Господь вас выбрал, продлевает вашу жизнь. Мне удивляет, какой у вас сейчас память. Я не знаю, может быть, многие уже, наверное, слышали ваши стихи, которые вы пишете, сами пишете. По 10, по 15 минут вы рассказываете. И я вот смотрю на вас и думаю, Господь, зная, какой вы путь прошли, через что вы прошли, как Господь восстановил, и вас еще Господь сейчас так использует. То, что вы пишете стихи, мне кажется, это ваша, наверное, миссия на следующие годы. Я недавно стал писать, Марс. Поэтому скажу, если кому за 50, это очень творческий возраст. У меня самая такая творческая деятельность развилась после 50 лет. И я никогда не комплексовался ни внешностью своей, ни возрастом, тем более. Знаешь, а сколько тебе лет? На работе или в хору любому молодому дам. Да, если я, мне не сын говорит, что после наркоза я зубы потерял. Я седой стал после этого. Ну, красивый. И поэтому я о Голгофе решил написать. И у меня подтверждение, что это правильно было, что говорит, а помыслите о претерпевшем. Вот пастор у нас проповедовал недавно, да? Помыслите. Я должен мыслить, оказывается. Ты сперва мысль, а потом ты вот говоришь, Бог тебе сказал. Ты сперва что-то вот в мыслях для Бога такое сделай. И я начал писать. Я сейчас в стихотворной форме прочитаю. Порой я слышу, что болеть нельзя. Так говорили и его друзья. Ну, как быть мне? Нет, ведь я был больной и богатым не был. Но теперь живой. Поэтому строй свою веру не на обывательке таких разговорок, где-то кто-то сказал. Потому что действительно это легко очень так, быть здоровым, быть богатым. Но смотри, как строишь, из чего ты строишь. Я просто хотел, чтобы слова жизни входили в ваши глаза, в ваши уши. И самое главное, дорожите временем. Оно время так быстро летит. Чтобы вам не было никогда не услышать то, что я слышал. Ты поздно пришел. Ну, от врача-то ладно. А вот когда будет переход через Адам, ты поздно пришел. И у тебя уже не будет возврата что-то изменить. Уже не остается жертв за грех, как Библия говорит. Уже не остается жертв за грех. Ты поздно пришел. Вот об этом думайте. Поэтому, конечно, я вам могу. Будьте благословенны, живите богато, будьте здоровы. Я вам просто здраво и честно говорю. Дорожите, правда, временем, чтобы не опоздать. Я вас всех люблю. Будьте благословенны. Сергей, огромное вам спасибо, что вы пришли, поделились вашим свидетельством. Я знаю, что это будет великим благословением для многих. Дорогие друзья, большое вам спасибо, что вы были вместе с нами. Будьте здоровы и да благословит вас Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!